Всем привет! Леонид Котвицкий. Небольшой рассказ про то, что надо сделать, где в начале августа, где в начале сентября, в зависимости от того, насколько холодный регион, в тепличке с помидорами. И в открытом грунте тоже. В моем регионе, Украина, север Украины, так это происходит в начале сентября, максимум где-то 10 сентября. Происходит обрыв верхушек. Так, в открытом грунте, начало сентября или конец августа. Где, конечно, север, там, естественно, север Беларуси, Россия, большей своей частью, это, конечно, уже начало августа, надо обрывать верхушки. Зачем это происходит? Когда оборвана верхушка, так, вот как здесь, так, верхушки нет. Вот здесь она не оторвана, так, сейчас мы ее оторвем. Как только оторвана верхушка, происходит переход роста в растения, в цветы. Оно перестает расти вверх, в высоту, так, и оно начинает наливать плоды, так, пускать свои силы в плоды. Вот сейчас осень, плоды, конечно, уже мелковаты, так, уже небольшие. Они такие, сравнительно так, с тем, что было действительно летом. Вот, часть кустов у меня пропала, потому что пошла фитофтора. Первый раз в этом году у меня в теплице фитофтора пошла. Такого еще не было, пришлось обработать, но тянул, тянул, и часть все-таки пропала. Вот, верхушечки обрываем. Вообще, я оборвал раньше, но вот смотрю, пару штук уже упустил. Сейчас повторно, где упустил, пройдусь и дорву. Что происходит? Начинает утолщаться стебель, так, начинает переходить вся сила растения в цветы и в плоды. Если есть какие-то пасынки, так, вот как здесь пасынок на соцветии, надо их тоже обрывать. Но не так все просто. Так, и, соответственно, да, соответственно, плоды будут больше, нальются быстрее, созреют быстрее. Так, и все это даст урожай, потому что что нам толку с пасынок, и даже со следующих цветов, так, если уже нет времени. За сколько времени? До морозов должно пройти, если вы хотите сорвать полностью созревшие плоды, то должно пойти 90 дней. Почему я срываю позже? Так, ну явно же у меня не до начала декабря плодоношение длится, потому что я где-то дней через 60 срываю, они уже будут такие побелевшие, полусозревшие, так, и я их сорвал, и они дома дозревают, так. Вкус, конечно, у них уже не тот, но вкус осени вообще всегда не тот. Вот, естественно, это относится только к поздним томатам, высокорослым, а не к каким-то ультраранним, которые в это время и так уже давно сами засохли. Но не все так просто, что вот оборвал верхушки и успокоился, так. Чернеющие листья надо снизу обрывать, само собой, пасынки, пасынки начнут расти усиленно. Верхушку оборвал, рефлекс растения, так, сразу пускать свою силу в пасынки. Здесь еще оборвем. Сразу попрут пасынки из разных пазух, даже соцветий, откуда можно попрут пасынки, их надо будет тоже обрывать. Вот, почему эти растения, они вообще в себя на родине, так, они, там, жара, субтропики, они растут круглый год. Так, у них такого понятия, как зима нет, подготовки к зиме, сброс листьев и так далее. Поэтому они, они у себя в андах растут и растут. А нам нужно это дело остановить до зимы. Вот обрывом верхушек и последующим обрывом пасынков, больных листьев, и мы это дело подтормаживаем, так, и получаем еще до зимы неплохой урожай плодов. Ну, не знаю, как здесь конкретно, но с этой теплички еще ведер 5-6, думаю, соберу до зимы. Так, это сколько теплица у меня? Да, 5 на 6 есть теплица площадью. Ну, я думаю, ведер 5-6 еще до зимы соберу. Так, если верхушек не сорвать, то много завяжется на всех этих соцветиях, а они потом еще порастут, еще, еще нацветут новые соцветия. На всех этих соцветиях позавязываются такие малюсенькие помидорчики. Так, и что с них толку? Так они зеленые и уйдут в морозы. Вот, соответственно, нам это незачем, поэтому делаем вот такую штучку. Корнаем верхушки и получаем лучший и более ускоренный урожай. Также уменьшаем полив, так, чтобы ускорилось тоже созревание плодов. Вот, болеющие листья удаляем. Ну, а наступят морозы. Желательно смотреть прогноз погоды и до морозов, конечно. Успеть это все убрать, это очень желательно. Так, если теплица, можно еще успеть, если там мороз только на один день, приморозок, так, ну, можно взять, там, принести большую кастрюлю с кипятком, так, и поставить ее. И пар будет расходиться и сохранит ту ночь. Так, если это только один день заморозков, тогда можно вот так спасти теплицу. Надеяться, что пленка сохранит от заморозков, не надо. Вот, пленка добавляет 1-2 градуса только ночью, вот, не более. Вот. А рано или поздно морозы наступят, но наше дело продлить урожай до самых морозов, вовремя собрать, тогда мы это все собираем на мусорничек и ждем весны. Я еще в этой теплице, у меня пленка не снимается, здесь еще подсеваются потом всяческие редиска. Зимой она понемножку-понемножку вызревает, вот, еще подсеваются салаты, так, тоже они себе зимой вызревают помаленько, вот, и имеем зимой витаминчики. Ну, естественно, что ни перцы, ни помидоры, ни картошка зимой, так, но все-таки зимой теплица свое приносит. А эта редиска зимняя, она и крупнее, чем та, которая самой весной вырастает, не зимняя скорее, а осенняя, осенью подсеянная. Вот, она и крупнее, и она довольно вкусная. Да и вообще зимой любые витамины вкусные. Все, всем пока, надеюсь, рассказал понятно. В принципе, тема не сложная, но не надо про это забывать. Многие, вижу, как так и бросают эти помидоры, они у них потом разрастаются, пасынки, верхушки, соцветия, уже морозы, оно еще цветет, и в результате, ну, ну, вот зачем, зачем терять урожай, получать какую-то мелочь, которую выбросишь. Если лучше, куст остановить, и пусть он даст нам то, что нам нужно. Вкусные, крупные и полезные. Всем пока!